МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила Российское военно-историческое общество за ту большую работу, которая проводится для увековечивания памяти о выдающихся людях и событиях в истории страны. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары в своем телеграм-канале разъясняет, что такое гостевой режим. Это вид помощи детям, находящимся в организации для детей-сирот. Особая форма близкого, дружеского общения детей и взрослых. Также это прекрасная возможность ближе познакомиться с ребенком перед оформлением опеки или усыновления. Гостевая семья, как правило, принимает ребенка на небольшой срок, от 1-2 дней до 1 месяца. Обычно это выходные или каникулы. Длительность, периоды, конкретные сроки определяются организацией, где находится ребенок. Если у ребенка есть брат или сестра, то дети передаются все вместе, за исключением случаев, когда по медицинским показаниям или по желанию самих детей это невозможно. Мнения и пожелания ребенка, в том числе периоды и сроки пребывания в гостевой семье, тоже всегда учитываются. Для оформления гостевого устройства необходимо положительное заключение органа опеки. До 28 февраля в стране продлится всероссийская акция «Безопасность детства». Она призвана реализовать комплекс мер по профилактике чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними и направлена на объединение усилий всех заинтересованных структур и гражданского общества в вопросах профилактики и предупреждения чрезвычайных происшествий с детьми. Акция «Безопасность детства» проводится с 2018 года по инициативе Института уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Рассказать детям об опасностях, которые их поджидают, оградить их от гибели и травматизма – одна из главных задач не только родителей, но всех субъектов профилактики, ведь безопасность детей в наших руках, пишет телеграм-канал Кировского района Самары.